К творчеству мы еще вернемся. А сейчас о Пустынковском монастыре на Мстиславском пограничье. Это, кстати, один из двух объектов Могилевской области, где финансируется и ведется реставрация. По решению депутатов облсовета почти 90 тысяч рублей, заработанных на республиканском субботнике, истратят на ремонт зданий монастыря. Памятник архитектуры 18-19 веков восстанавливает уже с десяток лет, и конца работам пока не видно. Про сегодняшние пустынки расскажет Илона Иванова. Пустынками обычно назывались места, где селились и уединялись для молитв монахи. Сейчас Успенский монастырь снова отстраивается. Монастырь был основан в начале 15 века князем Симеоном Мстиславским. Этот князь знаменит тем, что он участвовал в Грюнвардской битве. Его полки выстояли против рыцарей и крестоносцев. И его полки, которые он собрал с нашей Мстиславской земли, они решили исход этой великой битвы. По легенде, вода здешней Крыницы вернула князю Симеону зрение. И в 21 веке люди идут к ней с надеждой на здоровье. Церковь Рождества Богородицы построена у Крыницы, где люди берут воду. Кстати, в советские времена в этом месте организовали баню, в которую, по рассказам, ударила молния. Теперь здесь есть и купель, куда стоят очереди на праздники и в туристические дни. Я приехала. И что ты тут смотришь? Ваша церковь. Нравится? Да. А есть чем-то, что все ищут. Жизнь такая короткая, что надо побыть и в монастыре, и посмотреть, и увидеть, какая была раньше жизнь, и как нужно жить. Всем людям на земле желаю добра, здоровья, понимания, гармонии, позитива. Вот той ауры, которая здесь, чтобы всегда везли в свои семьи и окружающим дарили. Монастырские здания, которые можно увидеть на территории, строились на протяжении двух последних столетий. Колокольня, возведенная во второй половине XIX века, недавно отреставрирована. А вот это здание не было церковью. И тут, говорят, никогда не было росписей. Но на одной из стен проявилось изображение лика Христа. Говорят, что его увидели рабочие, которые спали в комнате. Верующие считают его нерукотворным и приносят сюда свои домашние иконы. А само изображение теперь под прозрачной защитой. Успинский монастырь действующий. Мужчины уходят сюда от мирской суеты. Поэтому увидеть насельников, так называют местных жителей, здесь можно только издалека. Мы находимся на хозяйственной территории монастыря. Справа мы видим кельи монашеские, где живут братья. Это вот трапезная, хозпостройки, это вот огород и сад. Мяса в рационе монахов отсутствует, но если нет поста, можно есть яйца и молоко. В магазин монахи ходят на деньги от пожертвований. Но в основном, что вырастили, то и едят. Надо работать. На своей земле, чтобы жить, надо работать. Это наша земля, наша белорусская земля, на ней надо работать. Покровская церковь XIX века с братскими корпусами восстанавливается. Здесь идут реставрационные работы, которыми занимаются могилевские строители. Уже седьмой год. Ой, финишные работы, это не моей компетенции, потому что как оно там будет, это будет, время покажет, да. Ну, естественно, конечно, для кого-то, кто бывает редко, здесь они, конечно, на лицо, потому что восстановлена частично уже и сама церковь в каком-то уже более приглядном состоянии находится, и она подведена под кровлю. Хотелось бы, чтобы и правое крыло образского корпуса, скорее бы его положили под кровлю, и чтобы оно не так разрушалось. Кстати, в храме раньше все было разумно устроено. Вентиляционная шахта и своя отопительная система. Керамические трубы в стенах могут стать теперь экспонатами музея. Глазурь, которая на керамических трубах, она и сохранилась, и в настоящее время находится на хорошем качестве. Местные власти думают, что помочь восстановлению пустынок поможет целенаправленная государственная программа «Музея под открытым небом». Проводим субботники здесь по наведению порядка. То, что мы можем сделать, где не требуется капитальных вложений каких-то. Так выделяются деньги. Для полной реставрации нашего монастыря где-то порядка 45 миллиардов денег надо было. В настоящее время освоено 15 миллиардов по динамированных рублей. И сейчас выделяются деньги. Но пока все еще не приступили к реставрации Успенского храма. Ходить здесь небезопасно. Он разрушается. Если раньше можно было увидеть изображение цветов на фасаде, подняться по винтовой лестнице наверх, то теперь уже нет. Вот раньше таким был весь монастырский комплекс летом. Старинные стены из красного кирпича и зелень вокруг. Красиво, но все же люди хотят сохранить и памятники архитектуры, и само место, которое называют намоленным. А значит, нужно вести восстановление. Хотя монахи говорят об этом просто. На все воля Божья.